Всем привет! Сегодня с вами снова Хьюмит Питчи, и я очень долго не выпускала новые видео. Но сегодня я решила начать с маленького, чтобы, так сказать, влиться в эту среду ютуба и съёмки видео. В общем, сегодня я хочу сделать обзор на акварель Ван Гог. Это будет вот такой набор, и будут тюбики. В общем, сегодня сделаю выкраску, покажу, как цвета себя ведут, попробую сделать смеси конкретных цветов, скажу плюс-минусы этой палитры конкретно набора, и покажу вам работу, где как раз-таки я применяла именно вот цвета Ван Гог. Так что давайте, поехали! Сделаю вид, что я впервые открываю этот набор. Ладно, они получатся, я не помыла палитру. В общем, линейка очень обширная, тут 24 цвета. Цвета, бля, цвета! И хочу сказать, что сейчас я хочу перейти на ограниченную палитру, то есть создать себе маленькую палитру, где будет минимум цветов. То есть я хочу закинуть туда цвета, где будет краска с однопигментным составом. Вот, сейчас я рисую в основном акварелью Ван Гог и Дэниел Смит. Миджелла я отбросила на второй план, потому что, не знаю, этими акварелями стало интереснее рисовать, делать смеси интересные. Вот, но я также хочу попробовать акварель Рембрандт. Вот, не знаю, когда получится, но пока мне хватает Ван Гога. Тут у меня находятся акварели из новой линейки, которая выпустилась, не знаю, около месяца назад, если не больше. Вот, и я их тоже покажу вам. В общем, еще бы я хотела перед началом добавить некоторые мысли, так сказать, закинуть вам. Мне немного скучно делать обзоры, потому что, мне кажется, формат просто сам по себе скучный, и, возможно, если вам нравятся обзоры, и у вас есть идеи, как изменить их и сделать более веселыми, то пишите, пожалуйста, вниз, потому что хочу делать весело, но пока не знаю, как. И перед тем, как я буду делать выкраску, хочу вам показать кисти, которым сейчас я пользуюсь чаще всего. Это новая кисть у меня от Альбатрос, номер 5, синтетика, имитация белки. Очень классная кисточка, я делаю ей почти все, маленькие заливочки, проработку деталей, ресничек, бровей. Вообще, на самом деле, у меня много кистей, которыми я делаю почти все, то есть одни и те же элементы, точнее, разные элементы одной кистью. Вот. Просто я их иногда меняю, потому что кисти имеют свойство истачиваться. Вот. Это самая у меня частая кисточка, которую я использую для бровей и ресниц. Эта кисть называется Pinux High Tech, номер 2, тоже синтетика. Не знаю, как вам показать. Вот, в общем. Также новая кисть у меня от Eskoda, номер 10 и номер, еще номер 8. Вот. Этими кистями я делаю тоже заливки, и когда работаю на более крупных форматах, тоже прорабатываю почти все детали. В общем, все кисти у меня какие-то универсальные, и, наверное, больше нечего сказать, просто скажу бренды, которые мне нравятся. И да, в основном я использую синтетику или имитацию белки. Но я такая думаю, может быть, попробовать натуральную кисть, только они стоят очень дорого, и я не вижу смысла пока тратиться. Вот. И на самом деле, если так призадуматься, и если есть защитники животных у меня на канале, то вы должны быть против, потому что кисточки убивают животных. В общем, давайте. Кстати, я в последнее время стала рисовать еще маслом и акрилом, так что у меня много кистей появилось новых. Если хотите, я расскажу. Вот. И покажу работу новой тоже. Вы просто напишите. В общем. У меня много кистей High Touch от Pinnex, вот эти черненькие, очень классные, мне понравились. Это типа синтетика нового поколения, так что не просто так же они мне понравились. В общем, тоже Pinnex, большая кисть для завивок. Малевич, Клауды, синтетика, HB. Не знаю, кстати, что это значит, HB. В общем, этой штучкой я ставлю обычно блики. То есть я макаю кисть в акрил и ставлю блики. Вот. Про эти кисти тоже ничего сказать, потому что они все у меня универсальные, как я уже и сказала. В общем, тут тоже Малевичи, Клауды, синтетика, Pinnex, Ороросо, 751. Не имею, не вижу смысла показывать, поэтому, честно, никто не купит ничего. По моей рекомендации, в смысле. Ну что, приступим. Наконец-то, это вам надоело, наверное, моя болтовня. Ну, в общем, я случайно забыла включить камеру. Вот. Я такая, да, растеряшечка. Хотела, хотела сказать, что очень много схожих цветов, но проблема в том, что я не могу, как сказать, понять, какие нужны и какие не нужны, потому что я не знаю их состава, потому что я этикетки выбрасываю. Вот. Это минус. Мой минус, между прочим. Ну, сейчас у меня уже складывается впечатление, что это очень хорошая акварель. Ага, я же уже и рисовала, на самом деле. Вот. Акварель мне нравится тем, что цвета очень хорошо набираются, легко размываются. И размываются в плане том, что никакой трудности не вызывает их набрать над кисть, например, в достаточно большом количестве. Не знаю, на самом деле, можно ли обойтись более маленьким набором акварель и ван гог, потому что как-то меня не привлекали другие наборы, потому что там очень как-то мало цветов, на самом деле. Вот. А в этом наборе, мне кажется, их слишком много и многие не нужны. Например, мне вот этот синий не нравится. Вот. Я не знаю. Я его использовала очень мало, когда рисовала. А вот как раз этот голубой не могу по-умным назвать цвета, потому что у меня нету этикеток, и я не задрот. Вот. Сейчас не в обиду тем, кто помнит все цвета. Кстати, в этой акварели я не распаковала белый цвет, потому что я, на самом деле, им не пользуюсь, но я не понимаю всех этих споров каких-то между художниками. В основном, кстати, на самом деле, эти споры возникают у новичков, типа, а мне по художественной школе сказали нельзя пользоваться белым и черным цветом, потому что кто пользуется такими цветами, это не художники. Ну, это я так передразниваю немножко. В общем, не понимаю этих споров, потому что, считай, если художник имеет чувство вкуса, то любой цвет он сможет применить так хорошо, что будет картина вообще супер. Ммм, вкусно так! Кстати, коричневые цвета очень красивые. Ммм, вкусно! Такие цвета я использую обычно в каких-то примесях, не делаю их слишком плотными слоями, потому что это на фотографии будет не очень хорошо смотреться и в жизни будет тоже не очень хорошо смотреться. Но когда вы его добавляете в маленькой пропорции в смеси, то рисунок преображается, и в жизни он выглядит намного интереснее, и на солнце будет классно переливаться. А для плотных материалов, если вы хотите имитировать золото, то лучше, наверное, брать поталь, потому что это, наверное, самый оптимальный вариант и самый, так сказать, красивый. В общем, я сделала выкраску, сейчас, пока каварель сохнет, я немного расскажу о своем мнении. Начнем сначала, наверное, с тюбиков. Упаковка. Мне больно открывать ее, на самом деле, очень больно. Я, наверное, вы заметили, там, короче, оставили фрагменты, где я пытаюсь долго открыть, и некоторые, кстати, тюбики я не открыла, вот, но заработала мозоль. В общем, очень жесткий тюбик, и нужен мужчина в доме, чтобы открыть его. Но это, на самом деле, мои проблемы, вот. В общем, цвета мне понравились, особенно понравились мне... Ой, там не высохло. Могу сделать вердикт по цветам. Цвета яркие, на самом деле, целлюлоза его немного почему-то съела, потому что они намного ярче. Есть очень интересные цвета, особенно из новой линейки. Это конкретно зеленый, сейчас скажу вам название. 230-й G. Потом мне очень нравится, так, вот этот. Блин, я их расплескала немножко. 592-й и 593-й. Это вот эти цвета. Очень интересные. Сейчас, сейчас я добавляю вот конкретно этот цвет, потому что, не знаю, душа просит. Вот. И очень нравится вот этот лавандовый. Красивый цвет очень. Его можно добавлять как в смеси, так и, на самом деле, просто поверх плотным слоем, как, типа, акрил. Для бликов каких-либо. Ну, короче, для дополнительных эффектов. Сейчас мы начнем попробуем сделать пару смесей. Например, мы смешаем с вами, наверное, зеленый какой-нибудь. В общем, на этом я закончила свои рассуждения. Давайте лучше смешаем. Я возьму, наверное, самый простой, желтый. И сделаю с ним смеси. Например, этот и самый простой, голубой. И там сейчас. В общем, я возьму, наверное, самый простой, голубой. Сделала я выкраску, но я не стала смешивать абсолютно все цвета, потому что я подумала, это будет скучно. И у меня, как бы, есть уже мнение и впечатление от этих красок, потому что я уже использовала их в своей работе. И уже, наверное, как точно две недели я рисую ими. Вот. Эта крайняя работа выполнена абсолютно только Ван Гогом. И, возможно, я добавляла где-то еще Дэниел Смит. Но я его не вижу тут. В общем, что бы хотелось сказать мне. Акварели реально классные. Мне нравятся, честно, они больше, чем Миджелло. Хотя в Миджелло я использую тоже некоторые цвета. Там ярко-розовый. Ну и, наверное, все. Чаще всего я использую розовый от Миджелло. Это В551. W551. И красный от Дэниел Смит. Это Перелин Скарлетт. Перелайн Скарлетт. В общем, тут номерков нету, кстати. А может, есть? В общем, я не вижу. Вот. Вот такой цвет мне очень нравится. Ван Гог показался мне каким-то универсальным. Возможно, есть еще лучшая кавриэль дам. Вот. Которую я пока не пробовала. В общем, цвета чистые. Смеси делаются тоже очень чистые. Довольно-таки. Мне нравятся. Получаются иногда очень сложные цвета. И если посмешивать даже около трех цветов, то будет очень интересно. Цвета получаются глубокие и насыщенные. Я думаю, по этой работе ее достаточно видно хорошо. Хорошо. Видно достаточно? Видно достаточно хорошо. Вот. Ну-ка. Надо делать на доставку, как модные блогеры. Вывод. Короче. Акварель Ван Гог стоит явно своих денег. Я тут где-то оставлю цены. Эту акварель я нашла в красном карандаше. Она была тогда по скидке около... Не помню, когда там уже. Вот. До переезда я еще покупала ее. Ну и, кстати, вот вы видите часть моей квартиры. Так что... Рум-тур. Не знаю, начали делать его или не делать. Вот. Наверное, все. Если вы хотите, чтобы обзоры от меня были чаще или они были как-то изменены, то, пожалуйста, пишите. И я сделаю все возможное, чтобы сделать обзоры интересными, визуально красивыми. Вот. Просто не хочу я вкладывать в обзоры очень много информации, потому что, мне кажется, это немного не то чтобы бесполезно, это не имеет практического смысла, потому что все-таки я считаю, что камера у меня не сможет достаточно хорошо передать все цвета. Особенно, если буду их намешивать, то вы, скорее всего, увидите какую-то грязь и серость, потому что, ну, есть такая штука у камеры, что она немного цвета как-то приглушает, что ли, и они уже становятся не такими яркими. Но конкретно, наверное, самый обожаемый цвет в этой палитре у меня вот этот голубенький, не знаю, как он называется. Нравится этот цвет, потому что с ним можно сделать очень чистые примеси, они будут очень яркими. Если вам нужны такие цвета, например, как тут, то цвет очень прекрасный. Его можно, кстати, отдельно купить, поэтому... Короче, говорите, чего не хватает в обзорах, и я все сделаю. Давайте. Всем пока. Надеюсь, вам было приятно со мной находиться. И все, пока. Что-нибудь с причесочкой. Так, красиво? Хер знает. Хер знает. Продолжение следует...